Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. До начала официального открытия курортного сезона осталось меньше недели. Прибрежная территория приведена в порядок. Вся инфраструктура функционирует. Уже сейчас на пляжах можно увидеть сотни отдыхающих, желающих окунуться в море более чем достаточно. Об особенностях этого курортного сезона в нашем материале. На центральном лечебном пляже в этот день многолюдно. Гости и жители курорта целыми семьями приходят загорать и купаться в море. Официальный курортный сезон еще не открыт, но все сотрудники уже на своих местах. На вышках дежурят спасатели, а в обновленном здании медицинского поста дежурят медики. В день бывает до 50-60 обращений с самыми разнообразными, говорится, патологиями. В основном это повышение давления. Люди находятся очень много времени на солнце. Незавершенное утопление, то есть спасли, да. Вот за тот сезон было 4 человека, которым была оказана первая медицинская помощь. Эффективно, потому что девочки у нас работают очень долго. Вот профессионалы своего дела вызывают скорую помощь, и скорая помощь приезжает и уже забирает, как говорится, людей, уже оказывают квалифицированную медицинскую помощь уже непосредственно в больнице. Купальный сезон пройдет с 1 июня по 30 сентября. В летний период будет работать почти полторы сотни пляжных территорий. Практически все пляжи уже прошли о свидетельствовании. Этот сезон не будет похож на предыдущий. Более 90% пляжного оборудования заменено на новое. Арендаторы территории весьма добросовестно отнеслись к подготовке для приема гостей курорта. Кроме этого, этим летом впервые будет произведен эксперимент с уборкой травы к комке. Теперь ее убирать будут прямо из моря. Ничего подобного никто еще не делал, потому что такого явления, ну кроме как в Анапе, больше нигде нет. Мы изучали, это опыт, это аналогичный мировой, но именно консистенция водорослей, количество, ну нигде мы не нашли аналогов. Поэтому мы обратились к производителям нашего оборудования, которое занимается сбором нефтяных розливов. То есть люди знают, что такое море и как из моря удалять то, что в море не должно быть. Поэтому мы уверены, что оно будет очень эффективное. И при положительном опыте, я думаю, такую установку мы купим еще ни одну и ни две. Популярность Анапы неуклонно растет. В других курортных городах такого количества отдыхающих, как в Анапе, по словам гостей, сегодня нет. Отлично, супер, все очень понравилось. Я вчера была в Лазаревском, но пока что курортного сезона там как таковой нет. На пляжах пусто, ничего пока что не готовы. А здесь прям очень-очень много народу, все отдыхают, все купаются, загорают. Уже в ближайшие дни в основных крупных санаториях и пансионатах Анапы пройдут первые детские заезды. А это значит, что уже совсем скоро тысячи мальчишек и девчонок приедут на отдых к морю. Анапа к приему гостей уже готова. Сегодня на приеме у главы Анапы Сергея Сергеева, жители Витязева. В начале курортного сезона тема водоснабжения и хороших дорог одни из самых злободневных. Михаил Вовк не может провести в дом водопровод. В коммунальном треугольнике водоканал, кооператив, который построил сети и житель села. Кооператив предлагает заплатить Витязевцу немалую сумму за подключение к сетям. И у него есть мощности, он не имеет права отказать мне подключение. Все, вопросов нет. Я должен его возместить, только строить то, что он построил. Строительную часть. Строительную часть. Глава Витязевца полностью поддерживает. Даже если застройщик обратится в суд, пусть кооператив доказывает, сколько он потратил на строительство. В суде будет доказывать сумму, пусть предоставят СМИ эту расчет. Компромисс с поставщиком услуг находится очень быстро. Мы дадим, но пропишем там согласие кооператива. Галина Наговицына болеет за третьими к району Витязева. Просит главу курорта закончить ремонт дорог и тротуаров, помочь с ремонтом освещения. Вопросы благоустройства Витязева у главы на постоянном контроле. Ремонт дорог и тротуаров продолжится. Не остается без внимания и проблема дальнейшей газификации курортного села. На приеме глава дал поручение управления ЖКХ проверить результаты ремонта и совместно с жителями определить, что необходимо сделать в первую очередь. Более 30 мешков мусора убрали в минувшие выходные сотрудники анапского филиала Сбербанка с пляжа на высоком берегу. В городе очень стильно волонтерское движение. Только вот половина, а то и больше мусора в прибрежной полосе могло бы не быть вовсе. Импровизированное место для пикника. Кто оставил мусор и сколько раз, уже никто не узнает. Рассуждать на эту тему непродуктивно, поэтому выход один. Сотрудники Сбербанка очень часто общаются с гостями города. Иногда они делятся впечатлениями, мол, все хорошо, но есть нюанс. Несколько раз в году до 30 работников кредитного учреждения выходят на самые разные точки побережья. Хочется как-то облагородить наш прекрасный город, пляж, курорт. Хочется, чтобы люди, которые к нам приезжают, получали удовольствие не только у нас в организации, но еще и любовались красотами, а не загрязненностью нашей территории. Активная работа по уборке пляжей идет с весны. В день общекраевого субботника вдоль всей береговой линии прошлись работники городской администрации и муниципальных предприятий. Свой вклад вносят волонтеры, студенты и школьники. В профильном управлении мэрии говорят, что чистоту на пляже поддерживают в буквальном смысле всем миром, в том числе и во время пиковых выбросов водорослей, конки. В прошлом году участвовало все, кто мог. Все санатории давали людей. Это участвовали все предприниматели, которые на прибрежной полосе. То есть это и владельцы ресторанов, кафе, магазинов. То есть всем миром как бы регулировали ситуацию. В этот раз сотрудники Сбербанка собрали около 30 мешков. Коммунальщики вывезли их на свалку. Есть мусор, нанесенный штормом, а есть бытовой. Экономисты, как никто другой, понимают, что от состояния пляжей в той или иной степени зависит доход большинства жителей города-курорта. Более 50 деревьев, порядка 200 кустарников и более 300 многолетних цветов появилось в доме номер 6 по улице Крылова. Большая их часть – общественная инициатива. Жильцы выделяют деньги, а работу проводит управляющая компания. Но есть и цветоводы по призванию. Где место есть, там и сажу меня. Дубочка у меня, хризантемки тут у меня есть. Вот макель, вины и зел, халария, питония. Кампанола разная, вот эта высокая. 10 из 86 лет Любовь Степановна ухаживает за клумбой перед своим домом. Работала в зелентресте. Цветы любит с детства, поэтому многому научилась у мамы, которая тоже была цветоводом. Увлечение занимает достаточно времени, но Любовь Степановна уверена, что дело того стоит. Для меня стоит, я люблю. Я не могу пройти их цветы. Вот где они иду, обязательно остановлюсь, посмотрю, где и что. И сама пойду куплю. Я вот как выйду, и вот мы гляну, у меня аж на душе легче становится. Как будто я аж поздоровела. Это фасад дома номер 6 по улице Крылова, придомовая территория. Во дворе также цветники, оборудованные места для отдыха. Два навеса появились в этом году, чтобы было комфортно и от подъезда недалеко. Из новенького лифта, установленного по программе капитального ремонта, выходит Татьяна Зеленкова, старшая по дому. Помимо личной инициативы, есть еще инициатива общественная. На общем собрании жильцы договорились, что в квитанциях появится дополнительная графа – озеленение. Теперь жильцы каждой квартиры ежемесячно платят по 39 рублей. По словам Татьяны Зеленковой, сумма выверенная. Этих денег вполне хватает. В этом году перед домом и во дворе посадили более 50 деревьев и 200 кустарников – 320 многолетних цветов. Инициативу жителей поддерживают в городской администрации. Я очень признательна Сергею Павловичу Сергееву и Яровой Светлане Владимировне. Многие годы мы не могли постелить асфальт, потому что это легло на плечи наших жильцов. У нас 79 из 312 проживающих, 79% пенсионеры. Они просто не могли. Мы очень хотим выразить благодарность Светлане Владимировне и Яровой, которая помогла, нашла спонсора и приехал в наш двор и сказал, что такой красивый двор надо облагородить. И он нам постелил асфальт. И мы теперь еще бережнее относимся к нашему двору. Красота – реальная сила. По итогам прошлого года двор выиграл 30 тысяч рублей на городском конкурсе. На эти деньги планируют оборудовать площадку для самых маленьких рядом с тренажерами для взрослых. В планах привести в порядок фасады подъездов, забетонировать стоянку, сделать несколько дорожек. Отключение водоснабжения жилых домов на улицах Ленина и Крылова – неудобства временные, которые уже завтра решили давнюю проблему этих спальных микрорайонов. Специалисты Анапского водоканала приступили к масштабному ремонту. Здесь сегодня начали монтаж системы в центральном распределительном колодце. По сути, это практически полное обновление системы. В последний раз этот участок обслуживался 10 лет назад. Узел обеспечивает водой сразу несколько спальных районов города. До этого времени при увеличении давления воды система регулярно давала сбой. Теперь этой проблемы не будет. В данной камере будет произведена замена узла 500-го водопровода для увеличения объема подачи воды к насосным станциям. Делается для чего? Для того, чтобы в летний период времени многие районы города не испытывали трудностей перебоев с водой. То есть для стабильной подачи воды. Для реализации этого проекта пришлось применять тяжелую технику. Рабочие сняли плиты перекрытия, чтобы получить свободный доступ к распределительному узлу. Материалы при монтаже используются самые современные. Как утверждают специалисты, срок службы таких узлов составляет не менее 50 лет. Уже сегодня монтаж будет полностью завершен, а в домах появится вода. По мнению руководства водоканала, можно увеличить и количество подаваемой воды, и давление. Это особо оценят жители города, которые проживают на верхних этажах многоэтажек. Перебоев с водой в этой части города теперь не будет. В Краснодарском крае 6 июня пройдет акция «Читаем Пушкина». В ней примут участие читатели библиотек, школьники, работники, учреждения культуры, а также все желающие жители и гости края. В Анапе поэта помнят и любят. Молодые мамы говорят, что обязательно будут читать сказки Пушкина своим детям. На море – это все золотая цепь над петом, днем и ночи дом, ход ученые, все ходят по цепи кругом. Что будет читать? Ну, наверное, я говорю, первая сказка, сказка «Рыбаки и рубки», «Серез Алтане», «Что там еще у нас идет?», «Конек-горбуно», «Ой, нет». Я вам пишу «Чего же боли?» Это Евгений Онегин, стихи Татьяне. Ты настолько гениальный поэт, что невозможно, наверное, выделить. Но лично для меня, мне больше по духу, конечно, «Капитанская дочка». Вообще историческая основа прежде всего. И тот факт, что главная героиня является эталоном для самого Александра Сергеевича Пушкина. Например, к Чадаеву. В Анапе сегодня спасатели сообщили об усилении отжимного северо-восточного ветра. В связи с этим использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, сообщили в единой диспетчерской службе Анапы. Отдыхающих просят быть осторожными. Долго ли отжимной ветер будет наблюдаться на побережье города-курорта? И какой прогноз погона на ближайшие дни нам рассказал главный синоптик края? Как характерного именно для нашего региона у нас формируются приземные циклонические образования над Черным морем, так называемая Черноморская депрессия, которая, в общем-то, как раз и будет создавать вот этот отжимной ветер. Поскольку у нас холодок на Черное море зашел, вполне возможно его существование есть в районе Анапы. Достаточно длительный период времени это продолжаться не будет в связи с тем, что у нас в общем и целом синоптическая ситуация меняется через 3-5 раз в суток. Уже в середине недели мы ожидаем, что через территорию края будет проходить очередной фронтальный раздел. Черноморскую депрессию он немножко придвинет туда на юго-восток, ближе к границам Турции. В общем-то, большой серьезной угрозы мы не ждем, при том, что даже этот же отжимной ветер, он достаточно умеренный, в общем-то, не сильный. Погода у нас налаживается, температурный фон повышается, и я думаю, скоро курортный сезон будет в самом разгаре, в связи с тем, что и температура морской воды также повышается. В настоящее время местами уже до 20 градусов доходит. В чемпионате Южного федерального округа по тяжелой атлетике, который завершился в Ростове-на-Дону, приняли участие трое воспитанников Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 4. Все они выступили успешно. Олег Чен занял первое место в весовой категории 69 килограммов. Руслан Сайбадалов оказался на третьем месте весовой категории 85 килограммов. Еще один воспитанник 4-й спортшколы Николай Погорелый выполнил норматив мастера спорта России. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова